МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже не мечтали, что будем жить на любимой с детства улице. У семьи Инны Шамсеевой скоро новоселье. У нас было счастье мимоверное. То есть наши мысли воплощали в жизнь. Новый микрорайон Речицы и решение жилищных проблем сирот. Об этом в рубрике «Вопрос снят». Запланировано 160 строительных квартир для многодетных семей. Сегодня пустырь, а завтра рельефная высотка с завидным метражом. Рубрика «Твоя квартира» об интересных строительных планах. Здесь будет многоквартирный 10-этажный дом, 4 секции. Итак, первый пункт путешествия Большой стройки – улица Барыкина. Около одной из новостроек, возведенных по заказу Управления капитального строительства города Гомеля, нас встречает Инна Шамсеева. Ее семья совсем недавно получила ключи от квартиры, о которой даже не мечтали. Огромная по гомельским меркам, в очень красивой высотке, да еще и практически в центре. Все документы, вспоминает Инна, были оформлены буквально в канун нового 2020 года. И поэтому бой курантов прозвучал для многодетной семьи Шамсеевых особенно празднично. И еще одно совпадение – седьмой этаж, где находится квартира, достроили именно в день рождения Инны. Когда нам 19 декабря 2018 года пришло письмо о том, что нас вызывают и могут нам предоставить на строительство квартиру, мы тут же с мужем поехали, подписали договор, оформили быстро все документы, потому что у нас было счастье мимоверное. То есть наши мысли воплощали в жизнь. Пока семья в новую квартиру не переехала, Инна говорит, что нужен еще год, чтобы сделать там не просто ремонт, а создать маленький мир, где будут счастливы все члены семьи. Вот наша квартира. Большая, просторная. Сейчас я вам все покажу. У нас столько идей и планов на квартиру. Проходите. Проходите. Так, свет. Над проектом работает дизайнер, а глава семьи обещает сделать мебель от столов и до диванов своими руками. Да и пространство трешки, а это более 90 квадратных метров, позволяет воплотить любые интерьерные решения. Вот здесь будет кухня. Кстати, с завидной площадью целых 13 квадратов. У нас вообще над квартирой работает дизайнер. У нас будет все в одном стиле, в нежно-бежевых, голубых и желтых тонах. И сама здесь и кухня будет. У нас уже, в принципе, все подготовлено, все эскизы, что у нас с потолками, где-то что-то мы уже покупаем. Обязательно будет здесь круглый стол, где мы будем собираться всей семьей, зачерепитием, мягкий диван. Здесь обязательно, на эту стену, это была наша идея, я очень хотела, чтобы был здесь рисунок. А рисовать кто будет? Роспись. Ну, я нашла человека, есть в Гомеле такие люди, рисуют. Которые списывают квартиры, да? Да, да. А что будет изображено? Что будет изображено, в том-то и дело. Мы планировали какой-то город, обязательно голубое небо, обязательно какие-то солнечные лучи. Но наш дизайнер нам предложил такую идею. Продолжить улицу Барыкина до Зипа, какая она будет выглядеть через 50 лет. Где-то какие-то элементы мебели, может, делать будет, потому что он по мебели работает уже больше 25 лет. Все будем здесь делать так, как нам и хочется. Все три комнаты по 16 метров. Это очень удобно, говорит Инна. По крайней мере, детям не придется делить, кому достанется большее. Идем в комнату для девочек. Над каждой кроваткой будет написано имя девочки. Конечно, уже будет шкаф, рабочая зона, то есть рабочий стол и какой-то мягкий диванчик. Диванчик будет тоже муж делать сам. Ванная комната целых 6 метров. Но ее изюминка не только эта. Инна говорит, что очень любит солнце и все светлое, лучистое. Поэтому окошко, которое застройщик предусмотрел в ванной, это просто подарок для хозяйки. Когда я видела это окошко, прям очаровательно. У меня все спрашивают, у вас там окошко в ванной, у вас там окошко. То есть это какой-то интерес, это уже какой-то интересный проект. Один балкон на кухне, а в комнате просто огромная 9-метровая лоджия, в которой будет зонирование на кабинет и пространство для отдыха. Здесь подразумевается какая-то тоже мягкий диван обязательно, зона отдыха. А там? Это как отдельная комнатка. Да, там будет рабочая зона, потому что нужно по работе и мужу, и мне. У вас вообще не трехкомнатная, а четырехкомнатная квартира. Если там будет какой-то кабинет рабочий, да, абсолютно полноценное помещение получается. Прощаемся с сыном и отправляемся на Волотовскую улицу. В этой новенькой многоэтажке, от которой до дворцового паркового ансамбля всего несколько минут ходьбы, еще можно успеть купить квартиру. Есть несколько. Идем в двухкомнатную. По пути отмечаем очень красивое оформление подъездов. Это и цвет, и фактура стен, и интересное дизайнерское решение для почтовых ящиков. И в помощь гостям дома стенды с обозначением поэтажного расположения квартир. Указатели есть и на каждой просторной лестничной площадке. Предлагаем в новом доме двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, готовые для продажи на аукционе. Это новая форма у нас такая продажи. Только в этом году, да, начали работать через аукционы? Да, дом расположен в квартале улицы Волотовская, Солжская. Очень тихое, спокойное место. Но в то же время центр города. Центр города. В близкой доступности есть все. Школы, магазины, поликлиника. А также самая основная достопримечательность города Гомеля – дворцово-парковый ансамбль. Квартиры в этом доме с популярной сегодня свободной планировкой. И очень большие. Трешки более 95 метров. Их стартовая стоимость – 166 тысяч рублей. Площадь двушек свыше 70 квадратных метров. Начальная цена от 131 тысячи. Двухкомнатная квартира со свободной планировкой. Люди могут свободно планировать все, как они хотят. Кухня объединена с гостиной. Очень просторные широкие балконы. Большие балконы – это тоже то, о чем мечтают люди. Вы же неспроста и делаете такими большими. Конечно, это очень удобно. Здесь можно поставить все, что угодно. Стол, стулья. Две комнаты можете делать. Там можно сделать какой-то кабинет или зону отдыха. Здесь как хозяйственную часть использовать. Да, здорово. Можно даже дверь, наверное, поставить. Ну, я бы поставила. С улицы Волотовской едем в Волотову. Рядом с новой школой в 21-м микрорайоне – 11-этажный дом. Он почти заселен. Осталось несколько однокомнатных квартир площадью от 43 квадратных метров. Купить такое уютное жилье, как и в доме на Волотовской, можно с аукциона. Стартовая цена однушек – 54 тысячи рублей. Подробности об условиях их проведения есть на сайте городского УКСа. Квартиры большого метража, да, их сложнее продать, а вот эти вот маленькие, компактные… Разбирают очень быстро. Разбирают очень быстро. Поэтому у людей еще есть шанс. Есть шанс, приходите. Есть варианты, есть первый, шестой, десятый этаж. Хотела обратить внимание, какой потрясающий здесь вид из окна, особенно если у вас есть дети. Кстати, для детей предусмотрены замки на ручках окон. Ребенок открыть уже не сможет. Учитывая, как часто, особенно в летнее время, приходится слышать о падении детей из окон, такая предусмотрительность застройщика очень разумна и вызывает уважение. Тем более, в окна этого дома действительно очень хочется выглянуть. Красиво. Очень хороший вид из окна. Я думаю, для каждой матери очень удобно наблюдать, как ее ребенок идет или возвращается со школы. А эта 18-этажная высотка будет ждать своих жильцов в будущем году. Если квартиры в предыдущих домах можно купить с аукциона, то в этом предусмотрено долевое строительство. Мы после монтажа получаем пустую коробку и далее полностью все под ключ выполняет наше управление. Это и укладка напольного покрытия, окраска стен, потолков, установка дверей, окон. В принципе, все делаем в ноль. Стоимость квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий со 2-го по 17-й этаж почти 1350 рублей. На 1-м и 18-м – 1273. Для остальных категорий стоимость метра – 1465 рублей. На 1-м этаже – 1385. Дом планируют сдать в августе следующего года. Но работы здесь идут очень активно, поэтому это событие может произойти и раньше. Хотя дом еще не имеет своего неповторимого облика, но уже заметны строительные решения, которые обязательно обрадуют будущих новоселов. Например, шикарное французское окно. Конечно, здесь будут стоять двойные стеклопакеты. Будет шерпок. Очень светлая комната красивая. Да, три окна. Три окна. Это очень много, да, очень светло. Я думаю, что люди, которые здесь будут жить, они будут часто смотреть в окно, потому что вид скоро отсюда будет потрясающий. Особенно весной, когда закончится строительство соседнего дома. Как купить квартиру с аукциона? Узнать дату проведения торгов, внести задаток. Победителю аукциона его засчитают в стоимость квартиры, а проигравшим вернут. Собрать документы, удостоверяющие личность участника или его представителя с нотариально заверенной доверенностью, а также подтверждение внесенной суммы задатка. Перечень есть на сайте www.gina.by. Вместе с заявлением лично или через посредника отнести их в Гомельский филиал Института недвижимости и оценки. Он находится на улице Артема, 23. Торги. Если участник один, лот ему достанется по начальной цене, увеличенной на 5%. Если несколько, квартиру получит тот, кто предложит наибольшую сумму. Каждый шаг аукциона – 5%. Всю информацию можно узнать по номерам Управления капитального строительства города Гомеля 34, 28, 54 или плюс 375, 29, 355, 32, 42. Едем в Речицу. Здесь строят целый микрорайон. Только за этот год тут появились две высотки. На днях сдадут еще одну. Большинство квартир для многодетных семей. Запланировано 160 строительства квартир для многодетных семей. Мы построили 207. Это за этот год? За этот год. Это 183 семьи. Потому что есть возможность для больших семей, где есть 7 и 8 и более детей, объединять квартиры. Двухкомнатную и однокомнатную на одной площадке рядом стоящие. Вот с учетом объединения 183 многодетные семьи улучшат жилищные условия в 2020 году за счет ульготного кредита. И если многодетные семьи могут получить квартиры очень быстро, чаще всего менее, чем за полгода, то на социальное жилье всегда очередь. На такие квартиры в основном могут рассчитывать сироты. И ждать им свою социальную квартиру приходится очень долго. Но можно пойти другим путем. Как раз недавно специалисты Реческого райисполкома рассматривали обращение местного жителя. На наших съемках он не присутствовал. Надолго уехал с семьей к родственникам. Поэтому о проблеме и ее решении нам рассказали местные власти. Итак, Олег Трофимов – сирота. Сейчас у него уже есть жена и ребенок. А жилья все еще не было. Очередь на положенную ему социальную квартиру из-за низких темпов строительства. Такого жилья тянется очень медленно. Но для Олега власти нашли выход. Предложили арендную квартиру с дальнейшим переводом ее в статус «социальный». Семья все взвесила и согласилась. Жить в таком жилье можно всю жизнь. А платить только за коммунальные услуги. В настоящее время ему предоставлена квартира вот в этом доме двухкомнатная. Благоустроенный новый хороший дом. Они посмотрели, они были совсем согласны в подаче постановки на учет. Он был первый. Из претендентов в составе на учете нуждающийся с даты определения на воспитание – 2008 год. И потом перевел эту квартиру по заявлению. Мы эту квартиру включили в состав жилых помещений социального пользования. Проблема решена, он доволен. Ему было все разъяснено. Льготу свою он использовал. И он осмысленно пошел на то, что устроить квартиру в собственности у нее не представляется возможным ввиду самоотсутствия финансовых средств. Поэтому его очень устроил такой подход к решению его вопроса. Кстати, арендные квартиры стараются строить в каждом районе Гомельской области. Такая практика продолжится и в следующем году. Строительная отрасль региона уже определилась задачами на 2021-е. Мы в следующем году планируем построить 500 тысяч квадратных метров жилья. Господдержка для нуждающихся – это и арендное жилье, и социальное, и за счет кредитов по 240-му и 13-му указу тоже около 180 тысяч квадратных метров. То есть это получается где-то 40% всего водожилья. В сегодняшней программе мы показали вам красивые дома, в которые уже заселились семьи, а также новостройки, где еще остались свободные квартиры. Побывали и на строящихся объектах. А теперь отправимся туда, где дома еще только планируют строить. Вот здесь, рядом с Восточным обходом, в следующем году начнет расти новая высотка. Мы сейчас находимся на будущей строительной площадке, на пересечении улиц Бородина и Восточного обхода. Здесь будет многоквартирный десятиэтажный дом, четыре секции. В этом доме предполагается одна-двухтрехкомнатная квартира. Однокомнатная квартира площадью 43 квадрата, комнатные 58-59 квадратных метров, а трехкомнатные 83 квадратных метра. Место очень удобное. Рядом школа, ледовый дворец, озеро. Все, чтобы жизнь в новом доме была максимально комфортной. Если вы тоже хотите построить или купить новую уютную квартиру, звоните в сектор Единый центр продаж квартир областного управления капитального строительства. Специалисты на связи каждый будний день с 8.30 до 17.30. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Это была последняя рубрика программы. Мы, команда Большой Строки, прощаемся с вами до следующего года и поздравляем всех с новогодними праздниками и с нетерпением ждем встречи в 2021-м. Эфир состоится в последнее воскресенье января на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 45 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова